Для сплава по реке Кем нужно из Красноярска добраться до Ачинска, а затем по железнодорожной ветке Ачинск-Лесосибирск добраться до станции Кемский. Отсюда до реки несколько шагов и далее порядка трех дней сплава до Енисейска. Дорога Ачинск-Лесосибирск весной это грустная дорога, единственное богатство вдоль нее лес, его можно увидеть в штабелях досок груженных вагон и просто бревен, ожидающих вывозки. Поезд, что доставил меня на станцию состоял из тепловоза и всего двух вагонов и больше походил на автобус. Сама станция показалась местом не столь отдаленным, но видимо когда-то просто забытым людьми. Дорога от станции затоплена рекой, поэтому идти далеко не пришлось. Прямо на обочине находится причал. В месте старта река имеет ширину порядка ста метров, благодаря полугому берегу и большой воде, но далее рельеф реки будет меняться. Сразу за мостом есть острова, берега ускоряет свой берег. Здесь нужно хорошенько добавить входу, чтобы не врезаться в берег. Как и положено в мае, природа приветствует градом и маленько дождем. Ну а после этого самое время посмотреть берег и поискать место для ночевки. Берег Кимини крутой, сплошь поросший смешанным чаще сосновым лесом. Мачтовые сосны по берегам, в ручах солнца, красят пейзаж. Остальная зелень пока спит. В сосновом бару удобно встать, всегда найдутся дрова и ровное место для палатки. Кроме уютных боров, на Кимини есть еще песчанно-гаричные пляжи, поросшие небольшими соснами, где тоже можно неплохо расположиться и найти дрова. Вдобавок к этому, на небольшом удалении от берегов имеются автомобильные дороги и несколько деревень, что не даст вам остаться в одиночестве. Река по этой причине не страдает отсутствием оборудованных стоянок. Река Кемь, неизвестная стоянка неизвестных людей. Похоже, здесь они были в самое теплое время. Вот их логово, вот их автомобиль. Часы, которые ничего не показывают. Машина из прошлого. Москвич без номеров. Что у нас внутри тут? А внутри салон. С барахлом. В предпоследний день сплава погода снова порадовала. Пошел снег. Чтобы спастись, вечером разжег большой костер и отпивался горячим чаем. На утро, наблюдая зимний пейзаж вокруг, спешно поплыл к селу Озерному, где и закончил свой сплав. В следующий раз постараюсь оказаться на Кеми жарким летом. Поехали. 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 Продолжение следует...